Поддержка малого бизнеса. Как она выражается? И что вообще может делать малый бизнес? Не скрою, малый бизнес действительно может делать многое. И вот, ну не будучи пророком и не строя из себя прорицателя, скажу, что постоянно всегда в голове моей витали мысли, как заработать деньги. И кое-что удавалось реализовать. Ну так, чтобы серьезно раскрутиться. А мысль о такси у меня появилась в 95-м году, помните? Такси вообще в природе не было, таксопарк медленно умирал. Мысль о сети закусочных, типа чебуречных у меня появилась уже в 96-м году. Другие разнообразные мысли с регулярностью меня посещали в 97-м, 98-м. А вот в 2001-м все-таки начали мы реализовывать магнитогорское телевидение. Нормальное магнитогорское телевидение, которое говорит обычным человеческим языком, ну и помогает людям жить, развиваться и строить сегодня свой собственный бизнес. Но реально и тогда, и сегодня ничто не начиналось и не делалось просто. Всегда необходимы были деньги. И в 2001-м году у меня появился мой ангел-хранитель, который дал денег на первое мое телевизионное оборудование. Дал под честное слово, под мое нерушимое честное слово. Сейчас, разумеется, у нас аппетиты появились и стали чуть побольше, чем было это 7-8 лет назад. И денег необходимо больше. И что сейчас мы на улице видим? И почему сейчас мы пришли сюда? На место, откуда начинался магнитогорский бизнес? Это Малый Арбат. Да и Металлургов 14. Потому что сегодня мощные структуры, финансовые структуры России повернулись к малому бизнесу. И подход к малому бизнесу от Сбербанка. Именно этому сегодня посвящена наша передача. Все бизнесмены, приезжающие в Магнитогорск, не бизнес-элита, а так смелые парни, удивляются и поражаются недоразвитости промышленного, грамотно спроектированного города. А когда узнают наши цены, и то, что как минимум 50% бутиков имеют ну максимум 100 хозяев, удивляются еще больше. И вы не удивляетесь. Просто отсканируйте телевизионную, самую показательную рекламу. Если раньше вопросы конкурентного выживания выдавливались деньгами большими, либо перехватом инициативы типа «Молодец! Раскрутил наш бизнес! Иди отдохни!» то теперь отдыхают те, кто сидел как пиявка на телекомбинатах. И сейчас начинается самая благодатная пора, когда деньги заставляют работать. Занимаемся собственным бизнесом, как говорит Владимир Владимирович Путин, как учит партия «Единая Россия». Но заниматься собственным бизнесом лет 10 назад это было попасть либо на проценты, либо попасть в кабалу, ну понятно, каким структурам. Сейчас как правильно и грамотно заниматься бизнесом? Есть ли возможность его бизнес развивать? Конечно, есть, существует возможность брать кредиты в сберегательном банке. Довольно широкая линейка кредитных продуктов. Это кредитные договоры, овердрафтные договоры, линии возобновляемые, невозобновляемые. В принципе, довольно низкие проценты. Пожалуйста, предоставляем кредиты индивидуальным предпринимателям, субъектам малого предпринимательства. Беззалоговые кредиты возможны. Также на определенных условиях. Можно ли, допустим, не занимаясь торговлей, заняться производством? Все равно производство, как бы, это все-таки козырек. Любое производство. Производство шлакоблока, производство пенобетона, ну, производство металлургических конструкций. Но для этого необходимо купить оборудование. А это уже совершенно другие деньги. Конечно, Сбербанк предоставляет такие кредиты на внеоборотные средства, как раз на развитие производства, на приобретение оборудования, на приобретение транспорта и так далее. То есть, такие кредиты предоставляют сроком до трех лет. На пополнение оборотных средств на год. Чтобы человек не путался, и чтобы конкретно знал, какие условия необходимо соблюсти для того, чтобы стать в полной мере клиентом Сбербанка и пользоваться его кредитной политикой? Ну, и есть перечень необходимых документов, которые необходимо предоставить. Он не слишком большой. То есть, все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке, так же, как и процентные ставки на кредитном комитете. Все это рассматривается. Поэтому необходимо просто подойти в один из наших дупофисов, либо Ленина 74, Металлургов 3, Советская 115. И кредитные специалисты проконсультируют. И еще явные преимущества работы с банком. С Сбербанком. В отличие от денег спонсора, которые ему могут внезапно понадобиться для приобретения очередной фени. Здесь, на основе кредитного договора, деньги от вас необходимы лишь в определенные заранее оговоренные сроки. А не завтра и не вчера. И положительную кредитную историю, и возможность взять побольше, тоже можно легко реализовать. Надо только подумать, сколько взять в первый раз. А затем вовремя, а лучше досрочно погасить и остаться в среде любимых Сбербанковских клиентов. И не занимаясь повторением пройденного, скажем. Конечно, кто-то может испугаться и не начать свой собственный бизнес. И аргументировать вполне понятными вещами, как то в городе Магнитогорске уже все попилено, все ниши уже заняты. А я скажу, в городе Магнитогорске достаточно отвратительно развить, в общем-то, социальный бизнес. В городе Магнитогорске практически нету хороших станций и сервисов. В городе Магнитогорске да можно много чего перечислять. Да, и, конечно, в городе Магнитогорске необходимо энную сумму выделить на то, что вам дали развить бизнес, опять же, в нашем городе. Но, допустим, в ближайшем пригороде, если у вас это очень хорошо получится, то к вам и туда люди потянутся. И поэтому кредитоваться можно и кредитоваться стоит. Чего не стоит делать? Ну, не стоит тешить себя иллюзиями и думать, что вы сможете кинуть Сбербанк России. Конечно, такое не получится, потому что структура очень серьезная и очень надежная. Поэтому давайте вести игру по-честному в открытую. И тогда честность и открытость Сбербанка будет отражаться в ваших же намерениях точно так же, как она отражается в вашем лице. И не капля лицемерства. И зная на практике, что люди, крутившие грамотно серьезные суммы и работая вчистую, сейчас покупают в кредит дома в Питере, S и GL-класс и работают, конечно же, напрягаясь, но работают на себя. Конечно, можно было бы щеголять цифрами и процентами, занимаясь надоевшей рекламой. Но стоит ли это делать? Рыбаку достаточно намекнуть направление, а место клевое и время заброса удочки он определит сам. Одно из самых главных условий это работа на рынке как минимум полгода с момента регистрации, что предприятие прошло. В городе Магнитогорске всяких разных банков, филиалов очень много, то возникает вопрос, откуда денежки-то и каков порог кредитования. И вот мы такие красивые, бегаем, знаем и попадаем на какие-то непонятные проценты, услуги. Но в итоге оказывается, что порог кредитования всего-то там миллион, два, три. У Сбербанка с его мощной финансовой структурой У Сбербанка нету практически такой проблемы. И хватит ли у него средств, чтобы нормально поддерживать отечественные бизнесы? Ну, у Сбербанка кредитование, конечно, это одно из направлений ведущих. Но есть в том числе и другие виды банковских услуг. Я думаю, с этим проблем никаких не будет. Ну и стабильная работа с 1841 года тоже. То есть, кого-то там может быть кризис и подсадит, а Сбербанк нет? Сбербанк нет. Он как стоял, так и будет стоять на своих ногах. Итак, давайте определимся. Легкая такая газа, металла, электро, да мало ли какая откатная жизнь закончилась. А деньги, так легко валившиеся с неба, кончаются быстрее заработанных. И как только последние откатные чиновничьей структуре дадут по сроку, соответствующую своим полномочиям, тягать со всех из каждого, а время такое грядет, и это время реализации того, что ранее было иллюзией. Как иллюзией была в 78-м году яблочная фирма, собиравшая первый компьютер в гараже. И на примере страны возможностей, которая пережила и не один кризис, а много, и ставшей мечтой за полувековой рубеж, мы в 8-летний период увидели реальный потенциал страны, в которой мечты при желании можно и нужно реализовывать с большими темпами. И возможности такие есть, когда лицом к бизнесу повернулся старейший банк России Сбербанк. Ну, из последних советов, которые мне бы хотелось сегодня вам дать. Дело в том, что весь мир живет в кредит, весь бизнес живет в кредит. Генри Форд, когда организовывал свою автомобильную компанию, он тоже брал в кредит, только у Сбербанка, не было тогда Сбербанка Соединенных Штатов Америки, и ему приходилось народу объяснять, что полезно деньги вкладывать в автомобильное производство. И сегодня и сейчас действительно можно жить в кредит, в конце концов можно и умереть с кредитами, ну, ничего страшного в этом нету, потому как это проза жизни. И кто-то, посмотрев эту передачу, может, конечно, меня немножко так наехать, сказать, что почему ты вот такой бескорыстный, либо ты такой умный. Да нет, и корость присутствует, и не умный, а совсем. В том смысле, что если был бы умнее, уже бы уехал давно-давно. А сейчас уезжать-то неохотно, может быть, действительно, с возрастом понял, что в России сейчас можно жить и можно спокойно развиваться. Теперь к вопросу корости. Да, конечно, а почему бы и нет, когда вы все станете богатыми и будете со мной сотрудничать. И тогда, тогда я поменяю тот автомобиль, который у меня сейчас есть, на более новый автомобиль. И все мы будем жить богато и счастливо. И тенденции к этому есть, и возможность такая есть. Надо только знать, с кем работать. И вопросы кредитования. Работайте со Сбербанком в России.